Близится к завершению работы на всех объектах, которые в этом году благоустраивают по национальному проекту «Жилье и городская среда». В Куйбышевском районе в Ерик-парке обновляют вторую очередь, от улицы Казачьей до 57-й школы. Жители помнят, еще совсем недавно на заднем дворе за забором учебного учреждения был полисадник, а теперь зона станет пешеходной. Специалисты заканчивают вымачивать дорожку. Занимаются и озеленением территории, вскоре появятся новые деревья и кустарники, готовят пространство и для зоны отдыха. Продолжают благоустраивать и парк молодежный. Также обустраивают места для отдыха, пешеходные дорожки, устанавливают дополнительное освещение, появляются газоны с автополивом. Здесь же рядом с центральной аллеей специалисты воссоздают искусственный водоем. Для него практически полностью подготовили площадку. Остается только уложить вокруг плитку и установить ограждение. В скором времени приступят к наполнению пространства водой. Водоем станет главной фишкой парка. Применяем новую технологию, это матрас габионной конструкции с заполнением красивым камнем Галыш. Берем его из села Борское, там есть месторождение этого замечательного камня. Будет красивое озеро на итоге, не без бетонных откосов, а именно с красивыми откосами с Галыша. Преображается еще один парк – Воронежские озера. Ранее на первом этапе здесь установили фонтан, провели озеленение. Сейчас специалисты занимаются благоустройством территории рядом с храмом Святой Троицы. Укладывают тротуар из плиточного покрытия, облагораживают газоны с автополивом и подсветкой. Вскоре сюда высадят клумбы с можжевельником и лавандой, и сосны. Установят лавочки. Очень приятно всем жителям микрорайона. Да и каждый бы, наверное, житель любого микрорайона пожелал бы себе такой удовольствия. Фонтаны, отдых. Ну вот будет третья очередь туда дальше на следующий год запланирована. Это туда, к фонтан, к озерам, Воронежские озера. То есть здесь будет целый комплекс. Работы на одном из общественных пространств в советском районе, сквере Самарец, полностью завершены. Территорию также обновляли в рамках федеральной программы нацпроекта. Зону оформили в стиле времен конца 40-х годов после окончания Великой Отечественной войны. Обустроили фонтан, пешеходные дорожки, установили дополнительное освещение, газоны с автополивом, цветники и малые архитектурные формы, лавочки и урны. Преобразилась и входная группа сквера. Посетители встречают три деревянные арки. Их также выполнили в стиле советских времен, выдерживая общую концепцию. Уже приближается время сдачи всех объектов, которые мы в этом году выполняем по программе «Комфортная городская среда». В этом году мы делаем четыре пространства. Все они абсолютно разные. Все со своими идеями, все со своими задумками. И могу сказать, что подрядчики не подводят работы близки к завершению. Все эти общественные пространства годом ранее выбрали сами жители в ходе рейтингового голосования по программе «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство Самары по национальному проекту «Жилье и городская среда» остается на постоянном контроле главы города. Качеству городской среды уделяют внимание губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Только в Самаре за пять лет преобразилось более 55 общественных пространств и 500 дворовых территорий. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.